Итак, допустим, у тебя есть стандартное видео форматом 16 на 9, это обычная горизонталка, и тебе говорят, что нужно сделать из этой горизонталки вертикальное видео для рилсов, сторисов или, не дай бог, тиктоков. И у тебя есть кусок футажа, обычный горизонтальный, ты хочешь его трансформируя 9 на 16. Это можно сделать в Final Cut без каких-то либо костылей, буквально в один клик. Сегодня я тебе расскажу, как это сделать горизонтальное, вертикальное, без потери качества, используя стандартные инструменты Final Cut. У тебя есть стандартный кусок, какой-то клип, либо нарезка из клипов, и ты хочешь сделать из него вертикальное видео. Чтобы это сделать, сперва создаем, естественно, новый проект, называем его вертикалка, в простонародье это называется вертикалочка. И здесь в выпадающем меню выбираем вертикальный формат, плюс ставим разрешение 1080 на 1920, и не забываем частоту кадров указать 25. Если ты снимаешь другой частот кадров, например, 30 или 50, главное, чтобы у тебя частота кадров нового проекта совпадала с частотой кадров проекта 16 на 9, из которого ты будешь переносить твои видео. Дальше заходим в наш горизонтальный проект, который 16 на 9, выбираем все клипы клавишей Command-A, и нажимаем Command-C, копируем все клипы, выделяем их для того, чтобы их перенести. Дальше для перехода между проектами можно использовать, либо переходить, короче, нажимать вот сюда на вот этот проект, либо можно просто нажать вот эту стрелку, которая находится над тайм-линией, и если у тебя открыто много разных проектов, для перехода между ними можно также использовать эту стрелку, это очень удобно, для этого тебе не нужно заходить постоянно в меню с всеми проектами. Дальше, когда мы зашли в нашу вертикалку, жмем Command-V, вставляем наш клип, и сразу видим, что сверху и снизу появляется вот это гигантское пространство, вот это стрелное каше, которое нам будет мешать, от которого мы сейчас будем избавляться. Это делается легко, решаем одним кликом, выбираем все наши клипы также, либо клавиши Command-A, либо просто выбираем их все, перетягиваем на тайм-линии, и в инспекторе вот здесь справа прокручиваем самый низ, раздел пространство ориентирования, называется Special Conform, вот это вот. И здесь в выпадающем меню меняем с Fit на Fill, то есть выбираем вместо Fit, выбираем заполнение. И как раз таки видим, что все наши клипы растянуло по формату проекта на весь экран. Вот так можно это решить, просто чисто в один клик. Ну, теперь нужно каждый клип нам отрегулировать по оси X, регулировать будем их по горизонтали, потому что по вертикали они стоят ровно впритык, как говорится, настройки заподлицо. Теперь нужно проделать это с каждым кадром, отравнять их, чтобы у нас объект был в центре, который мы хотим показать, естественно. Но будь внимательным, если ты видишь, что в кадре есть какое-то движение, и объект выходит за рамки кадра, это может быть все, что угодно, например, какой-то движущийся человек, или, ну, короче, все, что угодно в кадре это может быть. Если тебе принципиально, чтобы он был по центру, тебе нужно выровнять это ключевыми точками, также по оси X, по горизонтали. Объясняю, как это сделать. Ставим скиммер в начало нашего клипа, который хотим поменять, добавляем здесь ключевую точку, ставится это вот здесь, в разделе Transform, с каждого из них справа есть ключевые точки. Далее, когда мы поставили кейфрейм уже, перемещаем скиммер в конец. Перемещаем скиммер в конец и двигаем объект в середину кадра, то есть центруем его. Ключевая точка у нас добавится автоматически, когда мы поменяем позицию. По сути, все готово, кадр будет двигаться плавно, и объект будет оставаться при этом в центре. Так нужно сделать с каждым кадром, то есть у тебя не получится просто скопировать все ключевые точки и перенести их по проекту. Это нужно будет проделать конкретно с каждым кадром, если у тебя объект в кадре двигается. Еще есть такая тема, на самом деле я не чувствую разницы между сменой этой штуки и не сменой. Это линейное движение. Но говорят, что если поменять на линейное движение, со Smooth будет как бы двигаться плавнее, и, короче, типа будет смотреться по-другому. В общем, для этого нужно нам выбрать клип и раскрыть настройки анимации. Это делается с сочетанием клавиши Ctrl-V при выделенном клипе. И вот здесь в строке, в самой верхней строке Transform, нажимаем выкидную стрелку. У нас появляется менюшка, где нам нужно сменить движение с All только на Position. Просто зная, что такая опция есть. Дальше щелкаем правой кнопкой мыши по первой ключевой точке, вот по этой. Мы выбираем вместо Smooth линейное, то есть меняем с плавного на линейное движение. Еще раз, я, честно, не вижу особой разницы, но говорят, что разница есть, и типа правильно делать так. То же самое нужно проделать с второй ключевой точкой, которая находится в конце. Также поменять там с Smooth на линейный. Это был первый способ, самый быстрый вот этого конвертирования горизонтального видео в вертикальное. Честно говоря, я этим способом пользуюсь нечасто. Есть еще также второй способ, которым я пользуюсь на самом деле гораздо чаще. Мы также копируем их, скидываем их в вертикалку, и здесь мы можем вручную просто увеличить вот здесь Scale. Обычно это примерно на 315-320%. И трансформом вот здесь также отцентровать. Нажать клавишу A, убрать трансформ. И просто выбрать Command-C настройки клипа, выделить оставшиеся клипы, и нажать Shift-Command-V, вставить настройки. И у нас вставятся все настройки, скопированные с предыдущего клипа. Фишка в том, что, как мне кажется, такой способ лучше только лишь потому, что он сохраняет большее пространство вот здесь вокруг клипа. То есть не так сильно увеличивает его, как если бы мы делали заполнение. Вот, например, смотрим. Берем вот этот клип, вставляем его снизу, через зажатой клавишей Option. Здесь сверху убираем настройки, все скидываем. У верхнего клипа, нижний пока что, клавишей V выключим, и делаем у него заполнение вот здесь. Меняем Fit на Fill. И вот здесь я сделаю Opacity. Хотя, в принципе, ты знаешь, возможно, я и гоню, возможно, что он увеличивает как раз-таки их по экрану. Да? Но мне всегда казалось, что вот этот метод Fill, он увеличивает гораздо больше, растягивает картинку, чем если мы это сделаем вручную. Ну, короче, на всякий случай, зная, такой способ тоже есть. Каждый кадр просто отрегулировать вручную. Дальше я хочу показать пример с кадрами, например, такими, где ты хочешь составить, чтобы у тебя был формат 16 на 9. То есть это какие-то кадры с дрона или вот, например, предметка, где мы хотим полностью в широкоформате показать какие-либо предметы, да? Мы хотим при этом оставить их целиком. Для этого мы просто берем и копируем с зажатой клавишей Option наш клип и нижний клип, который у нас остался, растягиваем целиком. Вот так Scale делаем как можно больше, например, 383. И здесь в настройках я к нижнему кадру хочу применить размытие. Это у нас Gauss, Gausson. И применить это к нижнему клипу. Таким образом заблюрить его максимально. Можно вот здесь даже в Маунте заблюрить его еще больше. Таким образом мы оставляем как бы пространство. О, бля, сейчас сядет батарейка, ё-моё. Стояночка, стояночка. Пространство сверху и снизу его можно использовать в сторисах либо в рилсах для нанесения каких-то заголовков, титров. Это делается так же просто. Ctrl-T. Здесь добавляется у нас какой-то титр, да? Его можно поместить здесь. Ну, что-то там какой-то, короче, комплект это может быть. Суть в том, что ты, короче, можешь это пространство вверх-вниз использовать для описания того, дрон, описание локаций, добавление каких-то тегов, заголовков и прочей какой-то вот такой инстаграмной ерунды. Короче, вот такой способ типа тоже есть. Если же ты вообще не хочешь заморачиваться ни с чем, ни такой способ, ни предыдущий, ни первый, то существуют шаблоны под инстаграм. На самом деле куча всяких разных производителей от LenoFX, от MotionFX. У меня такие тоже есть. Сейчас я скажу. Вот, например, у меня есть куча инстаграм-сторисов. Это готовые шаблоны. Просто скидываем его вот так. И типа здесь можно его по-всякому настроить. Вот здесь надо добавить вот этот шот. Да, и здесь все вот это меняется, естественно. Меняется цвет, меняется текст. И он у тебя сам уже регулирует, как он у тебя должен быть кадрирован. Ну, здесь, естественно, можно сделать какие-то минимальные настройки. И таких шаблонов прям уйма куча в инстаграме. Есть платные, есть бесплатные. Есть те такие нужные, могу подогнать. Но это на случай, если ты прям решил сам вообще ни с чем не заморачиваться. Ну, я, если честно, делаю все для сторисов, для рилсов вручную. Это несложно. Это, наверное, все, что я хотел сегодня рассказать тебе про вертикальные видео. Так что, короче, пользуйся. Надеюсь, видос тебе был полезный. Как видишь, я нахожусь не у себя в студии. Это временное решение. Надеюсь, у нас сегодня, вчера был Новый год. Пока что, некоторые видео будут выходить вот в таком режиме, где как. Я буду постоянно, как кочевник, менять свои позиции. Но надеюсь, что тебя это особо не напряжет. Самое главное, что ты получаешь информацию, учишься монтировать быстрее, совершенствуешь свои навыки монтажа в Final Cutie. А то, как выглядит картинка, где я нахожусь и где я рассказываю эти видео, для тебя не важно. Поэтому, надеюсь, тебе было интересно и полезно. Пробуй, экспериментируй, делись в комментариях о своих мыслях по поводу вертикальных видео. На этом все. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok